Сегодня я расскажу о самом быстром способе получить облегчение при тридеминальной невралгии. Она бывает двух типов. Первый тип — односторонняя, с одной или с другой стороны, внезапная, кратковременная, стреляющая, острая боль. И она может повторяться раз в две секунды, до двух минут, дважды в день или даже двести раз в день. Так что это изматывает. Второй тип — более тупая, хроническая, несильная и как бы неотступающая боль. Вероятно, вы столкнулись с тем, что очень трудно найти полезную информацию об этом на Ютубе или в Гугле. Ведь из-за недавних изменений у Гугла он выдает теперь только мнение медицины и никаких альтернативных мнений, особенно если искать по названию болезни. Ладно, пускай. Даже поиск по фразе «натуральные средства от тридеминальной невралгии» выдает мнение медицины, медицины, медицины. К сожалению, очень трудно найти альтернативные мнения. Прежде чем я перейду к нашей теме, взгляните на видео с первой страницы поиска, посвященная тридеминальной невралгии. Приветствую на радиоклинике Мэйо. Я доктор Том Шайс. А я Трейси Макрей. Трейси, как вы знаете, недавно один наш слушатель попросил обсудить в эфире тридеминальную невралгию. Мы прислушались, нам не все равно. Если люди хотят что-то знать, мы идем им навстречу. Мы пригласили двух мировых экспертов по тридеминальной в ответ на этот запрос. По тридеминальной невралгии. О, по тридеминальной невралгии в ответ на этот запрос. Спасибо, что слушаете. С нами в студии невролог клиники Мэйо доктор Крис Бейс и нейрохирург доктор Брюс Поллок. Добро пожаловать. Итак, пока что это видео не внушает мне особого доверия. И зачем отключать комментарии? Я читаю много комментариев, особенно когда изучаю видео. Я хочу знать, что люди пишут в комментариях. Но давайте вернемся к тому видео. Я лишь хочу знать, как они это лечат. Давайте посмотрим. Если все это подтвердилось, и лекарства уже не действуют, или вы их не переносите, мы обсудим варианты хирургического вмешательства. Лучшая и самая эффективная операция – это смещение кровеносных сосудов в сторону от нерва. Это малая краниотомия. Мы делаем маленькое отверстие за ухом. Мы проникаем не через мозг. Мы не трогаем ткани мозга, чтобы добраться до тройничного нерва. Сместить малый сосуд от нерва и положить прокладку, чтобы они не сближались. Это называется микрососудистая декомпрессия. Обычная операция длится около двух часов, а пребывание в больнице – два дня. Но проникаете туда через череп. Да, это открытая операция – разрезы за ухом сантиметра три. Итак, мне нужно другое мнение, больше информации по этой теме. Что-то, что не связано с препаратами и хирургией. Я хочу знать, есть ли что-то еще. Как мне это найти? Я покажу вам, как я это делаю. Первым делом я обращаюсь к авторитетнейшему источнику по всем вопросам – к Википедии. Но Википедию я читаю в основном, чтобы узнать, что там рекомендуют, а потом сделать все с точностью, да наоборот. Меня особенно интересует, что, как там сказано, точно не работает. Ведь, скорее всего, именно это и работает. Так что Википедия дает мне много отличной информации, только наоборот. После этого я изучаю исследования на животных. В них можно найти много отличных средств для животных и информацию о животных. Ведь на этом этапе ясно, сработает средство или нет. Собака не может сообщить субъективную информацию о том, как она себя чувствует. Если средство не изменит что-то, его не будут применять. Потом я ищу золотой стандарт – основной метод лечения конкретного расстройства. И я изучаю его механизм. Как работает этот препарат, что он делает, ингибирует ли он какой-то фермент, что именно он делает. Тогда я могу поискать травы и другие растения, у которых может быть похожее действие, но, конечно, без побочных эффектов. А потом я выполняю поиск по патентам. Я читаю патенты, относящиеся к этому расстройству, заболеванию, проблеме. В Европе или в каких-то других странах, чтобы найти какое-нибудь натуральное средство, какую-нибудь траву или какие-то подсказки. Патенты прекрасны тем, что в них кратко изложены все данные – предыстория, исследования по конкретной теме, которые невозможно найти обычным поиском. Я получаю хорошее представление о данном недуге. И в случае с тридиминальной невралгией явно есть проблемы с миелиновой оболочкой. Поэтому я тщательно изучаю все, что может влиять на миелин, особенно лишать нервы миелиновой оболочки. Кстати, миелин – это просто слой вокруг нервов. Это жировой слой. Потом я изучаю другие факторы, скажем, сезонное ли это состояние? Бывает ли оно в одно время года? Бывает ли оно чаще у мужчин, чем у женщин? Ведь надо понять, влияет ли эстроген? В каком возрасте оно обычно возникает? Есть ли что-то, что обычно предшествует этой проблеме? Например, хирургическая операция, травма, какой-то стресс? Бывает ли это на склоне лет или в молодости? Все это может дать подсказку. И вот, что я нашел по данной теме. Первое данное, которое я нашел, связано с полиненасыщенными жирными кислотами. Были исследования на крысах. Так что, если вы держите хомячка, песчанку или крысу, возможно, эта информация относится к вам. Есть два вида полиненасыщенных жирных кислот. Есть омега-3 жирные кислоты. Их использовали в больших дозах, чтобы устранить воспаление в нервной системе и в мозге. Но при этом учитывали также омега-6 жирные кислоты, масла из семян. А у них нет противовоспалительного действия. На самом деле они провоспалительные. Они вызывают воспаление. Они вызывают сильный окислительный стресс, инсулинорезистентность, много проблем. И масла с омега-6, масла из семян, могут проникать в жировые мембраны, такие как миелиновая оболочка. Тогда как омега-3 жирные кислоты помогают создавать миелиновую оболочку. Но если употреблять оба типа одновременно, они будут мешать друг другу. Омега-3 не будет работать. Поэтому надо исключить из рациона омега-6 жирные кислоты, особенно технологически обработанные продукты, масла в салатных заправках, приправах и так далее. Я говорю о кукурузном масле, соевом масле, рапсовом, клопковом масле. Вы знаете, что средний человек получает от 400 до 700 килокалорий за счёт масел из семян каждый день. Это просто безумие. Мы подопытные люди-кролики для экспериментов с маслом. И употребление этих масел коррелирует с огромной массой проблем со здоровьем. И эти масла не растительные. Если подумать, ни одно из этих масел не связано с растениями, которые мы регулярно едим. Это масла из семян. Сколько нужно кукурузы, чтобы отжать из неё масло? То же самое с соей, семенами хлопка. Странно называть эти масла растительными, ведь они из семян. Кроме того, я нашёл интересные данные по теме вирусов. Обнаружилась очень тесная связь. Были изучены трупы людей, у которых была трегиминальная невралгия. При вскрытии были обнаружены вирусы, которые, судя по всему, поселились в ганглии. Это нервный узел, в котором берёт начало трегиминальный или тройничный нерв. В этой работе идёт речь о четырёх основных вирусах. При этом чаще всего встречается вирус Герпеса, ВГЧ-6. На втором месте — вирус опоясывающего лишая, Варицелла зостер. Это вирус ветряной оспы. Далее — вирус Эпштейнобар, а затем — цитомигаловирусы. Все эти вирусы любопытны тем, что они уходят в ремиссию и выходят из неё. За это их называют латентными. Они могут активироваться. И это объясняет, почему трегиминальная невралгия может появляться и исчезать в разных обстоятельствах, одной из которых — стресс. Думаю, надо кратко пройтись по этим четырём вирусам и рассказать об исследованиях потенциальных средств от этого. Начнём с ВГЧ-6, вируса Дерпеса. Существует 245 разных вирусов Дерпеса. Этот вирус более распространён. Бывают и другие, но они встречаются реже. И я нашёл отличное средство от него. Это экстракт грибов шиитаки. Я назову лишь аббревиатуру этого вещества — АХЦЦ. Есть интересное исследование о том, что этот экстракт может уменьшить боль от этого вируса и, возможно, даже избавить от него. Я сейчас лишь показываю вам направление дальнейших поисков. Я не называю конкретные бренды, дозы, ничего такого. Ведь мы не знаем, и может быть много причин этого недуга. Причиной может быть опухоль, что бывает очень редко. Причиной может быть травма. Причиной может быть операция на пазухах. Так что все эти факторы тоже надо учитывать. А что насчёт вируса варицеллозостер, опоясывающего лишая? Большие дозы витамина D3, 1050 МЕ — отличное средство. И я добавил бы к этому цинк. Ведь для работы витамина D нужен цинк, а также магний. Витамин D — мощное противовоспалительное. Его можно применять даже наружно от опоясывающего лишая. И он хорошо помогает при эшиологической боли и других болях, при любой боли в спине. И он может загнать вирус, опоясывающего лишая, в ремиссию. Что насчёт вируса Эпштейн-Абар? Это очень гадкий вирус. От него бывает сильная усталость, фибромиалгия. Есть много средств от него. Я буду говорить на основе личного опыта и опыта работы со множеством пациентов. Этот вирус однозначно активируется стрессом. Так что вам надо просто понять, что вызывает у вас стресс, и найти способ его снизить. И это, пожалуй, лучший мой совет насчёт него. Цитомегаловирус. Я нашёл исследование о берберине. Да, берберин помогает загнать этот вирус в ремиссию. Я нашёл и другое исследование по теме тридиминальной невралгии. В нём речь идёт о средстве, которое уменьшает воспаление нервной ткани. Полное название этого средства я оставлю внизу. А здесь лишь приведу его аббревиатуру. ПЭА и лютеолин. Это натуральное вещество во многих продуктах. Его молекулы довольно большие, так что они нужны вам разделёнными на более мелкие части. Это очень мощное нейропротекторное и противовоспалительное средство. А второй компонент — лютеолин. Это антиоксидант, тогда как ПЭА антиоксидантом не является. Это средство принимают внутрь, и, похоже, оно даёт хорошие результаты. Ещё одно средство, о котором я нашёл интересное исследование, называется ДМСО. У него отличные противовоспалительные свойства. И огромная проникающая способность. Если капнуть его на ступню, через несколько секунд вы ощутите его вкус во рту. Он как у чеснока. ДМСО используют от множества болей, от болевых синдромов. Вот только он проникает сквозь ткани очень быстро, поэтому его нельзя наносить вместе с чем-то токсичным. Скажем, вы травите крыс крысиным ядом. Этот яд у вас на руках. Если вы нанесёте ДМСО на свои руки, он доставит яд прямо в вашей ткани. Так что надо очистить кожу, прежде чем наносить на неё ДМСО. Если у вас на лице макияж или крем, очистите кожу лица, и потом можете втереть ДМСО туда, где возникает боль. Есть очень любопытные исследования этого средства. Его применяют уже давно. Например, при фантомных болях, после операций, если есть боль после операции. Также ДМСО хорошо помогает после травм, если вы травмировались, и при гегиминальной невралгии. В одной группе, ссылка внизу, 32 человека из 37 получили облегчение. И знаете, вы можете в буквальном смысле объединить первое средство, ПЭА и лютеолин, и ДМСО, чтобы первое средство проникло глубже. Это просто идея. Возможно, это сработает. Ведь вместе с ДМСО что угодно проникает глубоко, будь то алоэ вера или что угодно ещё. А теперь я покажу вам, как уменьшить боль в огромной мере и очень быстро. Этот метод не устраняет проблему навсегда, но может значительно уменьшить боль, причём очень быстро. Я применял его в своей практике. Он очень эффективен. Он работает в процентах в 70 случаях. Он не сработает в случае очень сильной инфекции и не сработает в случае сильного обострения. Но он очень эффективен в случае какой-нибудь травмы и после операции. Теория тут в том, что мы разрываем возникшую в мозге цепь, которая вызывает эту непрекращающуюся боль. Итак, я покажу удивительный метод уменьшения боли. Он не устранит проблему, но хотя бы уменьшит боль очень быстро. Вот что надо сделать. Сначала поймите, откуда идёт боль. Допустим, она слева. Вот здесь. Надо надавливать на то же место на противоположной стороне. Главное в том, чтобы найти точное зеркальное отражение эпицентра боли с той стороны, где не болит. Не трогайте там, где болит. Массируйте там, где не болит. Вы поймёте, что точно нашли место, куда надо надавливать, так как это место очень чувствительное. Даже чувствительнее, чем больная сторона. Найдите это место и помассируйте его примерно, не знаю, с минуту. И вы заметите, что там, где болит, если ещё болит, боль уменьшилась. Допустим, вы сделали это, и боль сместилась вниз. Массируйте ниже. И вдруг тут уже не болит, но боль сместилась назад. Продолжайте до тех пор, пока эта боль не станет управляемой. Вы можете делать это в течение дня, используя при этом и другие средства. Я практиковал это годами, это очень помогало. И этому не учат в медицинской школе. На самом деле там учат обратному. Там учат лечить эту сторону, лезть в этот нерв. Нет, работайте со стороной, где не болит. Это работает. Попробуйте. Скачивайте мои бесплатные материалы. В них много полезной информации. Для того, чтобы получить эти материалы, подписывайтесь на мою рассылку. Просто кликайте по ссылке внизу и переходите. До новых встреч. Увидимся. Если вам понравилось это видео, поделитесь им с теми, кому оно может быть полезно.